Привет, это Новомайнскай, и мы продолжаем наши суровые зимние приключения на этой холодной планете. Вон, кубик летающий, видишь? Вот это вот, кубик летающий, это космическая станция, мы на ней побродили. Купили там кое-какие запчасти, чтобы сделать гипердвигатель. И теперь нам отсюда нужно улететь, найти источник сигнала, куда он нас приведет дальше. Обнаружены атмосферные помехи. Проведите сканирование планеты с орбиты. Вылетаем на орбиту. Так, сканер обнаружен след антиматерии. Добритесь до отмеченной точки. Окей. Значит, нам вон туда. Опять возвращаться на эту холодную планету, что ли? Серьезно? А, нет, один час до прибытия. Окей, врубаем турбо-гиперпрыжок. Все, полетели. 8 секунд, 7 секунд, 6 секунд до столкновения с планетой. Ого, она как к солнцу. Такая яркая. 2, 1, прибыли. Импульсный двигатель отключен. Сближение с планетой. Планета Инджод 61R6. Смотри-ка, там вода есть. Ничего себе. То есть планета живая получается, раз вода есть. А вот мы и прилетели. Значит, здесь вот садимся. Запущен процесс приземления. Планетка такая красивая, зеленая. Но сразу видно, что она токсичная. Система Эди-Рокуа. Новое открытие. Давай-ка просканируем вот эти вот штуки. Сейчас узнаем, что в этой опасной флоре скрывается. Кислород в ней есть. Ткани грибов есть. Возраст закаленный. Что это такое? Как понять? Закаленный возраст. Типа бессмертная, что ли? Ладно, пойду я, значит, искать сигнал. Врубаем сканер. Нам нужно идти вон туда. 341 единицу. Или 341 шаг. О, новые питомчики. Давай отсканируем тоже его. Какой он прикольный. На динозаврика похож. О, да ладно. На изучение флоры и фауны мне дают деньги? Так надо все изучать тогда. Прикольная крыска. Крыска, ты куда делась? Я тебя хотел отсканировать. Пойдем искать сигнал. А, вот, кстати, крыска. Дай я тебя отсканирую. Хочу посмотреть, что это за животинка такая. Возраст бесконечный. Пол асимметричный, это как понять. Легко пугается диета гниющие фрукты. Заметки, красивый голос. Производит молоко животного. Ух ты. Может, тут и ферму свою можно будет открыть? Но на крыску-то не совсем спереди похож. А вот сзади, да, похож. И вон еще какая животинка. Короче, здесь, походу, можно ферму свою завести. Даете вот этих вот замечательных животных. Ну и продавать потом. Значит, блин, как здесь красиво-то, а? Куда нам идти? Нам, 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 нам. Вон в ту сторону. Ой. Нифига себе, я сбился с курса. А это кто такой? Что ж, это похоже, знаешь, лицо у него похоже на коня морского. Конек морской. А вот тело это... Дай-ка я тебе отсканю. Ты такую... Ты ко мне близко-то не подходи. Я надеюсь, ты безобидный. Возраст старый. Рациональный. Непредсказуемость. Так, лучше я от него пойду, раз он непредсказуемый. Я пойду от вас подальше. Воу, воу, воу. Да нифига себе, живности-то тут сколько. Прикольно. А вот, кстати, и... Мне показалось, что на меня кто-то охотится. Вот и станция, кажется. Мне именно сюда нужно, да? Почему-то она открыта. Там нету дверей. Она сломана, что ли? Надо подзарядить жизнеобеспечение свое. Жизнеобеспечение. Где она у меня? Ой-ой-ой-ой, что-что-что происходит? Что тут все трясется? А, вот эта фигня взрывается. Смотри, как она раздулась. Она сейчас взорвется? Фу! Фу, противно как. Жизнеобеспечение. У меня есть кислород. Бахаем. Слушай, поскольку на планете не холодно, тут нормальная температура, я здесь не мерзну, слава богу. Ну да, база тут знатника разнесла. Смотри, двери просто продырявлены. Кто-то из пушки лупанул. Что это за яйцо здесь? Шипучее яйцо. Давай возьмем... А, его надо... Готку. О, нифига. Вот это... Подождите-ка, мне кажется, надо вот сюда. Ха-ха. Опасно. Очень опасно. Где мой бластер? Где мой бластер? Получай. Блин, у бластера батарейки. Есть, готов. Блинский. Хорошо, что я сразу среагировал. Они могли меня и сожрать тут. Да ё-моё. У меня бластер такой не очень крутой. Похоже на скорпионов каких-то очень. Мало боеприпасов. А, я боеприпасы на корабле оставил. Ядрить колотель. А прикинь, если они размотали вот эту базу. Патроны кончились, я возьму расщепитель. И буду их расщеплять. Так прокатит? Да, можно расщепителем их расфигачить. Мозги ваши поплавлю нафиг. Рой утихает. Вот и славно. На тебе. Где-то снизу ещё был. Где вы? Так, дроны стражей изучают местность. Где ты был раньше? На меня тут напали. Меня чуть не грохнули. Было бы прикольно, если бы он сказал, вы уничтожаете местную флору, поэтому я вас арестовываю. Я бы ему сказал, пошёл ты в пень. И грохнул бы этого дрона. Всё, вроде бы, блинули здесь, конечно, такой знатный. Надо быть очень, очень аккуратным. Они ещё тут могут повылазить. Что произошло? Космический сам... Да, вон, космолёты появились. Ну чё под... Ооо, тут внутри яиц-то сколько, а? Ё-моё, как-то тут опасно что-то трогать. Прям страшно. Первая помощь. Я, пожалуй, ей воспользуюсь. Здоровье восстановлено. Спасибо. Брошенный терминал изучаем. Значит, оседающая масса, это жидкость, которую, видимо, рой здесь оставил. Мы эту массу убираем. Ну, терминал активирован. Выбор ключа. Расшифровка. Вон, как открылся. Получилось. Терминал наполнен неприятной пульсирующей сливкой. Тем не менее, судя по всему, он исправен. Но стоит мне коснуться панели, как эта субстанция резко дёргается. Я понимаю, что терминал лучше не трогать. Панель поднимается, и я вижу одинокое мигающее алое око. Оно распечатывает чертёж для антиматерии и странное сообщение. Взять чертёж и прочитать журнал. Ты найдёшь нас, когда придёт время. 16-16-16-16-16-16. Антиматерия. 95% существующей антиматерии используются в качестве топлива для гипердвигателей и звездолётов. Всё ясно. Будем знать, будем пользоваться. Спасибо. Теперь нам эту антиматерию придётся сделать. Что ж, на этой планете я не очень бы хотел оставаться. Она что-то какая-то очень опасненькая. Но, видимо, у меня других вариантов нет. Ладно. О, снаряды появились. Отлично. Можно теперь популять. Короче, эти снаряды надо с корабля забрать. Я их туда закинул. Думал, что они мне не понадобятся. Но, видимо, понадобятся. Я здесь вижу камень знаний. Пойду до него схожу. Вот он, этот столб знаний. Язык Гека. Слово есть, я теперь знаю. Зарешён важный этап путешествия. Какой же? Учёный. Выучено слов целых 15 штук. Ну, балдёж, ну чё. Вот ещё парочку стал ползать прям рядышком. Друг с другом стоят. Отлично. Слово за. И слово нет изучили. Здесь, короче, камней знаний просто огромная куча раскидано. Тут. Вон там. Где-то ещё я видел неподалёку. Ух ты, ух ты, ух ты. Смотри, какая животинка. Что это? Ты кто такой? И я так полагаю, это его только верхушка. Это крот или это... Какой-то слезняк. Видео улитки. Возраст. Зрелый. А, вон вылез, вылез, вылез. Смотри, это реально крот был. Он как будто копает землю. Забавно. Блин, так интересно наблюдать за всякой животинкой на каждой планете. Они своеобразные и каждый что-то своё делает. Вернулся к своему кораблю, чтобы достать оттуда снаряды на всякий пожарный. Эта планетка-то... Ну такая себе по дружелюбности. Ну и заодно освободить свой рюкзак. Теперь у меня заряженный бластер. Это очень хорошо. Вот эту штуку, она меня бесит. Надо её уничтожить. Они взрываются. Прямо так всё трясётся. Меня раздражает это. Особенно рядом с моим звездолётом. Заодно и кислород получим из них. Вот и всё. Теперь поспокойнее тут будет. А, ещё же мне надо звездолёт свой заправить. Точно. Совсем про это забыл. Звездолёт. Пусковые ускорители. Надо заправить их ураном. Вот. Теперь всё good. Значит, что нам нужно? Нам нужен портативный очиститель. Который, естественно, я с собой не забрал с прошлой планеты. Ладно, сделаем ещё один. Теперь я буду его возить в своём корабле. Хром металла мы добыли огромную кучу в прошлой серии. Если ты не видел, посмотри. Так, не понял. В смысле я не могу хром металла чистить и получить? У меня по заданию так написано. Вы чё? Чё написано? Статус гипердвигателя. Нет топлива. Антиматерия можно создать. Б-б-б-б-б. Соберите антиматериальный контейнер. О как. Соберите кислород для получения антиматериального контейнера. Мне ещё и контейнер нужно сделать. Всё, теперь понятно, почему здесь не получается из-за чистителя вытащить эту антиматерию. Окей. Тогда пойдём искать кислород. А, кстати, чё его искать? Вот же кислород, ё-моё. Сейчас мы вот эти вот взрывашечки расщепим и будет у нас достаточная кислородика. Кислород собран. Теперь нужно сделать контейнер. Вот он. Есть теперь возможность этот контейнер сделать. И что, теперь создайте варп-ячейку. Варп-ячейку ещё и сделать надо. Как она выглядит? Варп-ячейка. О, как оно. И вот теперь вот эта ячейка может заправлять гипердвигатель звездолёта. Всё ясно. Погоди, ну а как мне... Короче, зря я, походу, хром металл делал. Ну и ладно. Но потом будет. Заправьте гипердвигатель вот этим вот антиматериальским веществом. Давай попробуем заправить. Так у меня вроде бы всё тут заправлено. Чё мне? А, это импульсные двигатели. А вот гипердвигатели. Так. Зарядили. Блин, сколько двигателей-то у моего корабля. Звездолёта. Чё теперь, гипердвигатель заправлен. Отправляйтесь в космос, чтобы использовать систему межзвёздного перелёта. То есть, если до этого мы летали с тобой на импульсных двигателях, то сейчас полетим на гипердвигателях. Ох-ох-ох. А куда лететь-то? Вначале давай на орбиту вылетим. А там уж разберёмся. Узо. Мы оказались в межзвёздочном пространстве. О, пачки. Зафиксировано враждебное сканирование. Кто здесь? Как здесь? Где ты? Покажись. Покажись. Чертовщина. Какого? Не-не-не-не-не. Я на это не подписывался. Вон. Вон чертяка где-то. Их здесь несколько штук летит. Их здесь несколько штук летит. Чё, надо сбивать походу. Так, осталось атакующих кораблей. Два штука. Получай. Ого. Так у него там это, щит знатный. Меня бомбят, меня бомбят. Меня бомбят. Ну, его ещё попробуй зацепи. Давай, блин, звёздные воины, нафиг. Сейчас я его прострелю. Какой он шустрый-то, а? За ним не угнаться. Короче, врубил ракеты. Сейчас буду бомбить их с ракет, нафиг. Давай, 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 давай. Вот так вот. Пока ракета перезаряжается, пробиваем щит. У них корабли-то помощнее, чем у меня будут. Намного. Я на своём драндулете тут ничего сделать не могу. Наконец-то их нагоняю. Так, 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 так. Сейчас один собьётся. Давай. Есть, минус один. Врубаем ракеты. Счастье, хана будет. Чёрт, мы так близко с ним состыковались. Чуть ли не поцеловались, дёсна. Захватил цель. Атакую. Тебе хана, бро. Да вовсе ты мне и не бро. Ух, отбился от этих пиратов. Ништяк. Отношения улучшены с геками. Плюс две репутации. Ну всё. Теперь я могу совершить варп-прыжок. Давай остановимся. Новый ранг у геков. Заказчик. Ну здорово, чё. Так, куда мне прыгнуть-то теперь лучше всего? Да, наверное, пофиг куда. Давай попробуем, значит, прыгнуть. Нажимаю карту. Оу, да, космос. Космос просто от ас. Нифига себе. Смотри, какая галактика здоровенная. И вот фиг знает, куда прыгать. Дальность прыжка превышена. То есть, слишком далеко-то я не смогу улететь. Во, например, смотри, вот это солнце. Да, это солнце, но до него мы не долетим. А, короче, на солнце нельзя прыгнуть, потому что варп заблокирован аномальным сигналом. Ну, по всей видимости, солнце испускает магнитные бури, поэтому мы туда не можем попасть. Хотя мы живём в каком году-то? У нас технологии продвинутые. Ладно, давай прыгнем, короче, вот на эту планетку. А там уж посмотрим. Варп-прыжок выглядит как телепорт. Кстати, насчёт телепорта все писали, что он дико похож на Субнатику. Там подобные были, только зелёные. Система Эфтэго. И вот эта планета, которая похожа на Сатурн. Отчёт службы мониторинга. Гипердвигатель неисправен. Отсутствует варп топлива. И что? Я только что прыгнул. Конечно, оно отсутствует. Поиск источника топлива. Поиск. Поиск? Ну, давай ещё раз поиск напиши. Источник найден. До источника варп топлива 1616. Опа, что это за значение? Снова опять 161616. КЛС. Принять ориентир? Ну, давай, примем. Это опять-таки нас посылает к нашему незнакомцу. Отсылочка 161616. Ориентир принят. Расчёт маршрута. Включаем импульсные двигатели. Сейчас быстренько долетим. Ну, даже неудивительно, что нам нужно лететь на эту планету. Которую я выбрал. Рандомно просто. Ох, как красиво летим-то. Прибыли! Начинается суборбитальное чего-то-то-то-там. Планетка зелёная даже. Удивительно, что на какую планету ни плюнь, везде зелень, везде живность. В нашей, например, звёздной системе такого нет разнообразия. Ого, нифига себе! Летел, летел и появилась вот эта база. Какая жуткая база. Но мы на неё не полетим. Планета, походу, может быть агрессивной. Блин, или всё-таки залететь на эту базу? А? Чё ты думаешь? Пойдём, залетим. Пойдём, залетим. И вы с ним. Там даже посадочная полоса есть. Давай, садись вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Запущен процесс приземления. Здорово, ребята! Заодно сейчас покажу, как можно язык учить у них. Ребят, у меня тут сигнал привёл к вам. Кто здесь вообще живёт-то? А, это роботы! Вот эти вот роботы. Похоже на людей, но вместо башки у них компьютер. Язык их я не знаю ещё, даже не изучал. Небольшой куб данных парит перед Корваксом. Корвакс – это вот эти вот существа. Это они так называют свою расу. Итак, я сейчас могу у него попросить помощь с диалектом. Что я и сделаю? Посмотрим, пошлёт он меня или нет. Исследовательская сущность Уздала дотрагивается до моего костюма. В моей голове начинают формироваться странные символы. Каждая из них представляет собой понятие, которое я могу выучить. Итак, символы. Символ торговли, символ технологий, символ агрессии, символ дружбы. Ну давай символ дружбы выучим. Почему бы и нет? И он научил меня слову «увы». Увы, увы, в торговле, как бы. Увы и ах, я не соглашусь на ваши торговые сделки. Типа, ну, послать кого-нибудь, да? Вот, он использует слово «увы». Мы его уже можем распознать в его речи. Давай ещё изучим диалект. Попросим его. Символ дружбы давай. Помощь. Выучили слово «помощь». Значит, звездолёт. Я, кстати, можем с ним поторговать. Посмотрел, сколько звездолёта стоит. И офигенно. У меня таких денег нет. Вот, купить звездолёт. Смотри, у него «Ц-класс». Блин, у него «Ц-класс». Такой же класс почти, как у меня. Ну, не очень. Обсудить цену. И смотри, он предлагает свой корабль за миллион восемьдесят. Но если я продам свой корабль, то я получу шестьсот девяносто пять. То есть, мне в любом случае не хватит денег. Да и зачем? «Ц-класс» менять на «Ц-класс» как бы вообще не круто. Дружок, а у тебя чего? Продавец технологии. Ну, давай посмотрим, что ты можешь. Может, ему сейчас что-нибудь продадим. Купить чертежи. О, продвинутый расщепитель. Заменяет стандартную оптику расщепителя высококлассным живым стеклом. Живым стеклом? Блин, вот это я бы купил, наверное. Но, чтобы его сделать, нужно проводной станок. А у тебя есть проводной станок? Непонятно. Ладно, давай купим, короче, вот эту штуку. Так, приемник телепорта неинтересно. Рециликулятор волн тоже неинтересно, неинтересно. Ионизатор ствола. Пока тоже неинтересно. Так, мне нужен... Так, у тебя продается вот эта штука, которая мне нужна? Компоненты. Во, да! Проводной станок есть. 50 тысяч! Че так дорого? Ты где такие цены-то видел? Ну, короче, я купил, ладно. Мы ему продадим вортекс кубы, луковичную тыкву. И, пожалуй, на этом все. Пойду сейчас спущусь вниз. Мне нужно немножечко поднабрать ферритной пыли, углерода и всего остального, чтобы улучшить наш расщепитель. Правда, тут, походу, нифига, рядышком-то и нету. О, да на этой планете чертовски холодно. Минус 57 градусов по Цельсию. Снова дубак. Или из-за того, что ночь в такой дубак? Короче, непонятно. Нифига себе, ты это видел? Огроменный червь! Минутку, минутку, минутку. Жесть! Такой ковыряюсь в коробочках своих ковырясь. И огроменный червяк здесь пролетает. Жуть! Он же может тебя и схавать нафиг. Благо углерода здесь достаточно. Он прям на каждом углу. Вот с этих цветков просто его достаем и все. Он мне нужен для того, чтобы сделать герметик. Сейчас, герми... Места нету. Герметик, герметик. А, нам сжатый углерод нужен. Блин. Ну, ладно, вопрос. Сейчас сделаем. Достаем наш очиститель. И делаем сжатый углерод. Какие вопросы? Все готово. Забираем. Теперь, да, герметик нам хватает. Ну, все. Переходим в мультитур. И вот он, наш продвинутый расщепитель. Погоди. Проводной станок для штуки нужно. Идем на рынок снова. Дружок, мне тут еще одна плата нужна. Вот такая вот. Блин, дорого у тебя? Капец как. Ну, ладно, что поделать. Зато у меня будет крутой расщепитель. Все, технология готова. Герметик, трубки и проводники. Мощный расщепитель у меня теперь есть. Но мне пришлось пожертвовать бластером. Вот что, у меня теперь бластера нет. Так. О, он даже цвет изменил. Ну, круто, круто. Теперь наш расщепитель намного мощнее. Это здорово. Пойдем посмотрим, что еще тут есть. Вот это что такое? Местные репозитории информации. Давай глянем. Приветствую тебя, сущность, посетитель в этом репозитории информации планеты Логеров-15. Исторические базы данных планеты Логеров-15 сообщают, что здесь находится несколько районов, имеющих культурное значение для Корваксов. Координаты доступны. Выдать планетарную карту. Давай, конечно, распечатай. А, погоди, он за бабки, по-моему, печатает. Там в скобочках было 15 этих... На нитов или юнитов, или что там. Анализ топографии. Определение координат. Печать. Готово. У меня деньги снялись? Да, у меня, по-моему, деньги снялись. Эх, ну, зато есть планетарная карта. Сейчас мы на нее быстренько посмотрим. Проложить маршрут. И что мне это даст? А фиг его знает. Обнаружены древние руины. Надо бы туда сгонять. В эти древние руины. О, как далеко. База все заполонила. Ничего было не видно. Ну, в смысле, на весь экран база была. Дружище. Кстати, помимо того, что я могу с ними торговать. Могу изучать их диалект. Ну, их язык, то есть. Я могу их еще и впечатлять. Вот смотри. Впечатлить их своими лингвистическими навыками. То есть, я могу им сказать какое-то слово. Они мне скажут, правильно я произнес или нет. Если правильно произнес, то они могут мне дать какой-то подарок. Вот, например, помощь, исследование. Давай, вот, исследование. Я скажу ему, как я произнес. От радости Корвакс начинает петь. Похоже, это слово затрагивает интересующую его тему. Он предлагает мне модуль. Похоже, эту технологию он изготовил сам в домашних условиях. То есть, видишь, когда ты впечатляешь инопланетян, они могут тебя дарить какой-то технологии. Либо деньгами, либо еще чем-то. Модуль фазового луча я получил. Это очень круто. Просто вот так вот поболтал с чуваком на их языке. И он мне дал модуль. Сущность аналитик. Но! Видишь, сущность аналитик. Тот был в сущности ученый. И когда я с ним заговорил про исследование, ему это было интересно. А этот аналитик. Ему, например, нужно сказать что-нибудь про торговлю. Сейчас мы с ним за торговлю поговорим. Помощь, Корвакс, исследование. Торговля. Он же аналитик. Торговля должна быть... Сущность аналитик Бих разочаровывается моим выбором слов. И перенаправляет свои мощности на что-то иное. Короче, он разочаровался. Он не прокатил с ним. Вот, смотри. Сущность исследователя. Сейчас мы ему задвинем там про исследование, и все будет пучком. Давай. Я тебе кое-что скажу. Также мы еще можем ему подарки дарить. Сейчас мы это... Увы, торговля... О, технология. Ты же исследователь. Технология должна быть. Исследовательская сущность. Очень рад услышать это слово. Вот, отлично. Все. Что ты мне дал там? Отношения улучшены. Репутацию, короче, я с ним просто поднял. Ладно, чуваки. Вот этому недовольному я, короче, подарок задарю. Он же был недоволен. Вот. Подарите ему скафандр Корвокса. Сущность аналитик с благодарностью принимает мой подарок. У него какое-то матерное слово. Бих. Оно читается немного по-другому, по-моему. А ты кто у нас? Представитель ОС. Агрессивный тон и суровый внешний вид быстро выдают в инопланетяне наемник. Понятно. Ты наемник. У меня с тобой вообще не о чем болтать тогда. А вот это что такое? Держи, держи. А, терминал, где можно торговать. В общем, я тебе показал, как тут можно взаимодействовать с инопланетянами. А сюда меня пустят. Новый ранг у Корвоксов. Интересная личность. Репутация у Корвоксов 2 из 9. Ну, круто. Я, короче, по их дому брожу. И могу вот, например, репозиторий отзвуков. Давай посмотрим, что это такое. А, он на своем языке? В Корвокском что-то болтает. Корвокский архив предназначен только для представителей этого вида. Ну, ясно. Древнее звуковое оборудование низкогудит, ожидая голосовой команды. Ну, например, технологии, давай скажем ему. Доступ к архиву разрешен. Расшифровать архив. Просто пришел на инопланетную базу и хакнул их архив. Одним простым словом. Архив просит меня прижаться к датчикам. Он начинает шептать о том, кем когда-то могли быть Корвоксы. Ну, давай прижмемся. Эхео. Рост и жизнь. Это слова. Звезды и миры. Механизмы. Этому учит Атлас. Стражи привносят равенство. Гипотеза номер один. Когда-то Корвоксы были органическими существами. Мы постепенно быстро видоизменили свою суть. Мы загрузили, улучшили наши разумы. Это был наш выбор. Нас вынудили. Ну, то есть, они были похожи на людей, по всей видимости, но потом стали роботами. Гипотеза номер два. Корвоксы всегда были механическими существами. Мы эволюционировали из шума звезд. Мы были созданы в результате появления Атласа. Когда-то... Что-то там должно было еще и... И кончилось. Короче, это было две гипотезы, как произошли Корвоксы. И не факт, что они обе достоверны. Все, базу мы изучили. Вроде бы как. Она такая большая, на самом деле внушительная. Но тут внутри всего так мало. Ладно, пойдем дальше по нашему... Кто так орнул? Кто-то так знатно орнул? Аж страшно стало. Ооо, какой краб! Хотя, по-моему, я его уже видел. Нет, неинтересно. Неинтересно. Ладно, я продолжаю свой экскурс по этой планете. Мне нужно еще сигнал найти. Полетели дальше. Может, червя найду. Было бы прикольно сверху на червя посмотреть. Он такой здоровый. Прям капец как. Сигнал, значит, он оттуда идет. Я до сих пор не научился летать на корабле. Меня шмантыляет, как алкаша. Вот здесь вот сигнал. Так, это что за шпиль? Так, облетаем его аккуратно. А это кактус. Это кактус, это не шпиль. А там, вон, смотри, у нас знак висит. Это древние руины, которые мы купили. Надо будет туда тоже слетать, а то что, зря карту купил, что ли? Все, мы, кажется, прилетели. Вот здесь вот сигнал. Музыки не хватает. Хотя здесь есть библиотека с музыкой. О, паники. Походу мне вот сюда. Кажется мне сюда. Тут и приземлиться можно. Ну, давай сядем. Садимся. Процедура посадки недоступна. Блин, а что вы раньше-то не сказали? А то б я сейчас размотал свой звездолет. Недоступно. Как это недоступно? Вон там можно сесть. Мигало же. Вот теперь сели. Слава богу. Фюх. Выходим. Сохраним сейчас тут. Есть сохранение. И давай еще в контейнерах поковыряемся. Навигационные данные получены. Контейнеры поломаны. Это говорит о том, что тут, вероятно, никого нет. Либо эти контейнеры очень старые. И в них просто никто не заглядывал. Как бы одно из двух. Сейчас внутрь здания зайдем, посмотрим, есть там кто или нет. О, гель-системы жизнеобеспечения. Это круто. Ну что, пойдем внутрь попробуем теперь проникнуть. Эй, а тут дроны вон летают. Какие мышные. А тут можно внутрь-то зайти вообще? Есть вход? Ага, вот, 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 вход. Укрепленная дверь. Ее нужно сломать. Блин, а я бластер-то разобрал. Этот не прокатит. Расщепитель. Тоже не прокатит. Руками тоже. Ой, 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 ой. Дрон заметил, что я ломлюсь. Блин, это очень плохо. Надо скрыться срочно. У меня две звезды. Эй, сколько тут дронов-то сразу налетело. Ребятки, 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 ребятки. Надо куда-то в пещеру. Так, а если я в пещеру? Давай, уходим, уходим, уходим под землю. Срочно, быстро. Так. Надо закопать себя. Чтоб они меня не заметили. Давай, закапывай. Все, я себя закопал. В надежде на то, что они меня не запалят. Стражи продолжают вас искать. Надо 10 секунд, пока без памятника посидеть. В этой пещерке. Да, как-то вышло не очень круто. Все вроде. Ага, можно выкапываться. Что, что, что это такое? Что произошло-то? Страшные какие-то звуки. Выходим на поверхность. Прямо над дронами вышел. Прикольно, да? Прошло 10 секунд. Они, короче, забили на меня болты. Я возле них вылазю опять. И что делать? Система автоматического наведения звездолета обнаружила мощный источник топлива. Активируйте разведку целей в анализирующем визоре. Да я нашел вот это здание, походу, это оно. Нет, это не оно. А, мне, короче, 400 шагов нужно в ту сторону делать. А я думал, нам сюда надо. Я, кстати, знаю, как двери пробить. Сейчас я попробую это сделать. Главное, базу не ушатать. При помощи нашего звездолета. Давай, взлетай. Так, надо туда как-нибудь аккуратненько подлететь. Но, учитывая мои навыки и вождение звездолетом, это будет, ну, такое себе, конечно. Я сейчас попробую развернуться. Надо это сделать очень тихонечко. Большой возьму радиус. Мы сейчас просто с пушек звездолета попробуем шибануть по дверям. Смотрим, что получится. Смотрим, что получится. Вообще, выйдет ли это у нас или нет. Главное, грамотно навестись. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Вот уже я неграмотно навелся. Нет, сейчас... Ай-ай-ай-ай, корабль немножечко шутанул. Ну, ладно, у нас на корабле щиты, не страшно. Первая попытка вышла неудачной. Ой, еще один. Тут еще одна постройка. Ничего себе. Так, ну, подожди. Пофиг на эту постройку. Надо разобраться с той постройкой. Так, вон она. Капец, как неудобно управление сделано. Либо я не предназначен для вождения звездолетом. Так, наводимся. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Подлетаем. Долбим. Проломил, нет? Замечен. Нет, я ничего не продолбил, но я заработал две звезды. Надо валить. Надо валить. Либо сесть. Либо сесть. Да, лучше сесть. Лучше сесть. Так, подожди минутку. Давай-ка мы чуть-чуть дальше пролетим. Ого-го-го-го. Вот это. Видишь, вот эти летят, чуваки. Ой, на меня напали. Все, это хана. Это капец будет. Высаживаемся. Срочно высаживаемся и под землю. Давай, высаживайся. Да капец, нам сейчас звездолет сломает. Садись, е-мое. Не до... Прикинь, я хотел здесь сесть и прилетел другой звездолет. Он... Все, щиты сдохли. Надо срочно зарядить батарейку. Зарядить натрем. Все, щиты зарядил. Так, приземлиться хотя бы где-нибудь. Срочно. Нужно выйти с тачки. Давай-давай-давай-давай-давай. Садись уже. Не получается сесть. Знаешь, проблема в чем? Проблема в том, что если я сейчас начну воевать с этими чуваками... Ух, блин, нифига себе, чуть не влетел. То мне будет очень больно. Я еще больше звезд соберу. Короче, мне походу не оставили выбора. Меня сейчас бомбанет здесь. Либо я бомбану, либо меня бомбанут. Критический урон вообще круто. Так. Один есть. Батарею получил. Включаем щиты. Так, и долбим к следующему. Где ты там у меня, красавчик? Сбиваем щит. Я просто приземлиться не могу, пока меня атакуют, видимо. Я сколько раз попыток принимал, но никак не выходило. Ракеты. Готово. Все. Быстро, 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 быстро приземляемся. Быстро приземляемся. Надо скрыться отсюда нафиг. Пофиг. Сюда давай. Давай-давай-давай. Перехватчик прибудет через несколько секунд. А я сейчас в земле скроюсь. Вот так вот. Все-все-все-все-все-все-все. Под землю, под землю. Срочно, срочно. Срочно под землю. Пофиг на этот перехватчик. Так. Вот так вот. Попробуйте меня теперь найдите. Меня там нет. Главное, чтобы они мой корабль не разнесли. Фух. Стражи продолжают поиск. Короче, я понял. Если ты накосячил на корабле, то ты уже не сядешь, пока не разберешься со стражами. А вот когда уже разобрался, тогда можно присесть. У тебя есть... У тебя есть несколько секунд, чтобы это сделать и спрятаться. Чем я и воспользовался. Все. Слава богу. Привет, дружок. Я тут у тебя припрятался немножечко. У нас же теперь обновленный расщепитель. Интересно, смогу я теперь вот эти глыбы... Да, я теперь их могу расщеплять. Круто. Вот это здорово. Мне кажется, что я нашел источник топлива. Это вот этот огроменный камень. Похоже, что на него. О, а это что такое? Ничего себе. Ничего себе. А может быть и вот это? Да. Цель в зоне действия. То есть мне вот сюда нужно было идти. Здесь еще и камень данных есть. Жизнеобеспечение у меня кончается. Сейчас, подождите. Камень знания. Изучим слово. Странник. Новое слово. Тут больше ничего нет интересного. Тут есть еще поблизости еще один камень знания. И вот еще один камень знания. Ничего себе. Нашли какие-то руины. Вот он. Сейчас я изучу прилично слов новых. Корвиксов этих. Ну, пойдем внутрь залезем. Попытаемся. Сердце аномалии. Мне еще не приходилось видеть ничего. Хотя бы отдельно похожего на это строение. Оно другое. Оно кажется каким-то чуждым. Неуместным. Глядя на него, я слышу слова. Странные обрывки речи. Это странник. Это странник. Это странник. Как странно отвечать на вопросы, которые, кажется, существуют только в моем воображении. Однако мой ответ явно был успешен. Я чувствую, что нечто проснулось и пристально на меня смотрит. Оно задает мне новый вопрос. Это первое? Это последнее? Наверное, встреча? Это первая встреча. Я не знаю, кто и как ко мне обращается. Монолит очень стар. Я не могу отделаться от мысли, что он задавал эти же вопросы уже много, очень много раз. Он вновь заговаривает со мной. Он видел алое око? Алое око видело его? Ну, наверное, надо сказать и то, и другое. И око видело меня, и я око видел. Вероятность аномалии превышает допустимые параметры. Обнаружена брешь. Тревога. Тревога. Границы исчезают. Стены рушатся. Твоя вселенная ждет. Найди нас, странник. И варп ячейку я получил, еще одну дополнительную. Найдите таинственного посланника, доберитесь до открытого космоса. Блин, 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 я подыхаю. Я зарядился, и нам вновь нужно в космос. Но нам рановато туда идти, потому что нужно добраться вон туда. До древних руин. Бежать до звездолета далековато, давай-ка мы его вызовем. Давай вот здесь вот, садись. Красавчик мой. Круто, что его можно вызывать. Это прям балдежно. Теперь нужно взлетные ускорители заправить. Ураном, конечно же. Все, взлетаем. И летим к руинам. К нашим руинам. Все, прибыли к этим руинам. Пришлось немножечко в космос залететь. Потому что, когда ты летишь по орбите планеты, ты перемещаешься намного шустрее. И что мы тут видим? Какие-то интересные постройки. Похоже на наши дома. Давай сядем. На наши нынешние дома 21 века, я имею ввиду. Какие удивительные постройки. Что это такое? Место назначения достигнуто. Это никак расщепить нельзя. Каменные постройки. Возможно, здесь тоже когда-то жили люди. Но, блин, вот сейчас мне этого только не хватало. Разрядки жизненных причин. Здесь что, дрон что ли? Да, за нами дрон следит. Вон он, смотри. Гадина какая. И что? Ну, руины и руины. Там вон наверху какие-то красные. Опа. Оно засияло. Чего? Гравитинный шар. Я его взял. И у меня все. И все, и хана мне сейчас будет. Давай, копай яму. Кто ж знал, что вот эти гравитинные камни тоже нельзя брать. Чего это я взял-то такое? Покажите мне хоть. Вот это что такое? Гравитинный шар. Полностью симметричное скопление частиц. Скопление образует микроскопический разрыв. А при удалении его ядра начинается локализованное ослабление реальности. Возникновение подобной аномалии, в свою очередь, спровоцирует появление стражей. А, ну понятно. Почему они активизировались? Можно продать через терминал галактической торговли и получить 40 тысяч юнитов. Неплохо, неплохо. Все, стражи отстали. Уходи отсюда. Уходи. Так, получается, что мы забрали эту штуку. Ой, е-мое. И вроде бы здесь больше ничего интересного-то и нету. Тогда на этой прекрасной ноте можно закруглиться. А в следующий раз мы продолжим искать источник сигнала, посещать другие планеты. И, возможно, даже займемся покупкой корабля. Потому что этот корабль чертовски слабоват. Ну, а на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай ставить лайк под видео, если нравится. Подписываться на канал. Подписываться на Яндекс.Дзен. Все ссылочки в описании, если что. Туда ролики тоже дублируются. Ну, а мы увидимся с тобой в следующем ролике. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok